Коньшива. Нихон Виктор Кабушкинаеша. Именно так на японском языке, учитывая мое безупречное произношение, звучит название компании Japan Victor Company. Не узнаете? А если так? Именно благодаря этим ребятам в 1976 году мир увидел стандарт VHS. То есть за всем известные видеокассеты и видеомагнитофоны мы обязаны благодарить именно компанию JVC. Но откуда в Японии вообще взялся некий Виктор? Из Америки. Ведь изначально JVC создавалось как региональное подразделение крупнейшего на тот момент американского производителя грамм-пластинок Victor Token Machine Company. И только спустя многие годы этот филиал отправился в самостоятельное плавание. Сегодня торговая марка JVC принадлежит корпорации JVC Kenwood, которая, как нетрудно догадаться, образовалась путем слияния компаний JVC и Kenwood, не менее уважаемого японского производителя электроники. Просьба не путать с одноименным английским производителем кухонной техники. Это совсем разные компании. Так вот, за время своего существования фирма JVC сделала много классной аппаратуры, но периодически специалисты компании возвращаются к теме использования дерева в не совсем стандартных узлах и элементах. Вспомнить хотя бы цельнодеревянные диффузоры в акустических системах марки JVC. И сегодня у нас на обзоре как раз такая продукция, то есть с применением дерева в конструкции. Это внутриканальные наушники JVC серии Wood с мелодичным и легко запоминающимся названием H-A-F-W-7 и H-A-F-W-02. Привет, друзья! Вы на канале PULT.RU. С вами Илья Суханов. Поехали! Обе модели созданы в рамках единой концепции, но по цене разница между ними сопоставима с пропастью. Если младшая, седьмая модель, предлагается примерно за шесть с половиной тысяч, то старшая, ноль вторая, второе дороже. Поэтому оставим ее на десерт. JVC-HA-FW-7 это классические проводные внутриканальные наушники закрытого типа. Модель комплектуется мягким чехлом, набором силиконовых уплотнителей разного калибра и резиновой катушкой, позволяющей сократить длину штатного кабеля, чтобы он не мешался при ношении плеера или смартфона в нагрудном кармане. Данные наушники – это именно наушники. Встроенного микрофона и, соответственно, функции гарнитура тут нет. Зато есть шикарно выглядящий корпус, выточенный из массива дерева и покрытый лаком. Торцевые накладки – легкосплавные. За воспроизведение звука отвечают фирменные широкополосные динамики диаметром 8,5 мм, обладающие хорошим запасом по перегрузочной способности. Сопротивление наушников 16 Ом позволяет использовать в роли источника даже смартфон, но из-за сравнительно невысокой чувствительности в 100 дБ добиться высокого уровня неискаженной громкости с типовым смартфоном не получится. Этим наушникам нужен достаточно мощный усилитель. Наушники FW7 не только симпатичные набиты на ощупь, но они еще и легкие, поэтому сидят плотно, не выпадают даже при очень активных движениях головой и перестают ощущаться через несколько минут ношения. Пожалуй, единственная претензия в плане эргономики – это, что один из наушников нельзя перебросить через шею для комфортного ношения в те моменты, когда наушники не нужны. Но этому есть определенное объяснение. В частности, производители высококлассных наушников, в коем, безусловно, относится и 7 модель, так делают намеренно для обеспечения качественного звучания, в том числе и качественного на уровне звуковой сцены. А для этого требуется, чтобы оба провода для левого и правого наушника имели одинаковую длину. Что же касается звучания, то FW7 действительно демонстрирует вполне корректную звуковую сцену. Слышно разделение и планов, и отдельных инструментов. В общем и целом ситуация кажется довольно корректной, и с детализацией, в частности, нет никаких проблем. Но особое впечатление лично на меня произвело качество баса. Он глубокий, он правильный, но при этом он не доминирует и вообще никак не гудит, и поэтому не мешает. Уж не знаю, насколько здесь велика заслуга по отдельности деревянного диффузора или деревянного корпуса, но вместе эта связка работает просто превосходно, задавая достаточно высокую планку воспринимаемого качества. Такой бас сделал бы честь и моделям более высокой ценовой категории. Что же касается тонального баланса, то опять же лично мне он показался несколько резким в области средневысоких частот, но если эквалайзером, который есть в любом плеере или смартфоне, слегка прибрать диапазон от 5 до 8 кГц, то ситуация приходит в норму. В общем и целом FW7 зачет и даже лайк. Переходим к следующему. Старшая модель привлекает внимание не только заметным ценникам, но и отличной комплектацией. Тут и футляр на магните, и прищепки для фиксации кабеля, и аж 5 пар силиконовых уплотнителей, включая ту, которая изначально установлена. В дизайне акцент сделан на самих наушниках, ведь провода и уплотнители просто черные, без излишеств. Зато корпус наушника – это почти произведение современного искусства. Большая часть тоже сделана из массива дерева, а прочая – из металла, силикона и полимеров. Сочетания и пропорции материалов специально просчитывались для исключения резонансов. Кабель, кстати, съемный. Таким образом, если провод случайно порвется или, например, разъем через несколько лет эксплуатации начнет шуршать, то нет необходимости покупать полностью новый комплект. Достаточно просто заменить кабель. Что же касается динамиков, то в JVC HA FW02 они тоже с деревянными диффузорами, только на этот раз с диаметром 10 мм. Обильное использование натурального дерева и металла в конструкции FW02 сделало их далеко не самыми легкими, поэтому советовать их для занятий спортом можно только в том случае, если этот спорт – шахматы. Впрочем, в обычной эксплуатации лишние граммы никаких проблем не создают. В них можно вполне комфортно ходить по парку или, например, слушать музыку в транспорте. Да, вы снова не сможете перекинуть они за наушников через шею, как и в случае с младшей моделью, но тут уж, извините, чистая категория high-end, поэтому качество звука здесь превыше всего. Зато каждый раз, когда вы будете брать FW02 в руки, вы, скорее всего, будете улыбаться, как я сейчас, потому что наушники реально кайфовые. А вот со звука может возникнуть некоторое недопонимание, если вы захотите подключить их к обычному смартфону или недорогому хай-фай-плееру. Да, они будут звучать, и вы будете слышать их потенциал, но у вас точно сложится ощущение, что вы будете получать половину, а то и треть того качества, которое они могут вам предоставить. И это ощущение, в общем-то, не ошибочное. Как и в случае с Примадонной, которая умеет шикарно петь, но поэтому позволяет себе покапризничать на тему сорта шампанского и ассортимента фруктов в гримерке, эти наушники тоже любят покапризничать, только на тему источника. Подключите их к высококлассному хай-фай-плееру или внешнему цифроаналоговому конвертеру для смартфона, и вы услышите все, на что они способны. Начнется настоящая магия. Большой, шикарный, теплый аналоговый звук с хорошей детализацией, с глубоким басом. В общем, прелесть. И жанровых ограничений, как таковых, нет вообще никаких. Слушается легко и приятно абсолютно любая музыка. Единственное, что во время прослушивания некоторых композиций, лично мне, захотелось слегка прибрать бас. Но это уже из области субъективных предпочтений. Обе модели наушников, внутриканальных деревянных наушников JVC, о которых я рассказывал в этом обзоре, представлены в нашем магазине pult.ru. Обязательно заходите, смотрите. Условия, как обычно, самые лучшие. А у меня на сегодня все. Не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч!